На прошедшей сессии Народного Хурала депутаты обсудили вопросы, связанные с санитарными нормами. Речь шла о скотомогильниках. На сегодняшний день по республике насчитывается 176 таких бесхозных территорий. Кто будет принимать меры, где будем хранить их? Вот сегодня все ликвидировали, взяли вот, ну так разве можно принимать решение? Надо же все-таки как-то разумное решение, подход должен быть. Это крайне беспокоить, люди высказывают на сельских сходах и так далее. Надо прислушиваться к людям, главам поселения. Теперь полномочия по работе со скотомогильниками возложили на четыре района. Это Бичурский, Заиграевский, Курумканский и Селенгинский районы. По строительству новых скотомогильников работа уже идет. Кроме того, и идет работа по приведению в соответствие 27 скотомогильников из бесхозяйных. Кроме того, отведены места для сжигания. Это 224 места практически в каждом сельском поселении для этих целей. Ну и строительство мы обязательно будем, этих скотомогильников, продолжать. Законопроект предусматривает наделение местных муниципальных образований такими полномочиями, как обеспечение капитального или текущего ремонта и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников в соответствии с требованиями САМПИНА. Этим четырем районам будет оказываться финансирование. 2 миллиона 600 тысяч на ремонт и 83 тысяч на содержание захоронений. Грия Бельков, Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня.